Всем привет! Хочу вам показать, чем я сегодня буду заниматься. Сегодня у меня задача следующего характера. Необходимо заменить старые компьютеры в кабинете новыми. Заменены будут не все. Также хочу из тех, что останутся старых, собрать хотя бы один, чтобы он также функционировал. На всех старых стоит Windows XP. Она лицензионная, поэтому менять ее нельзя, поэтому проблемно на ней уже работать в 2021 году. Также один из компьютеров, точнее системных блоков, именно вот этот, имеет дефект. У него сгорела оперативная память. В нем стоит память типа DDR4. Но эту проблему мы тоже постараемся решить. В общем, задача сделать, чтобы весь кабинет функционировал. В моем случае это 4 ПК. Также сейчас посмотрим новые блоки, что из себя представляют, которые приехали. Сам еще не видел, не знаю. Интересно. Подключаться они будут, к сожалению, к старым мониторам. Но эту проблему мы тоже решим. И у меня будет ролик, как ее решить. Потому что на блоках только лишь цифровые выходы. А на старых мониторах аналоговые входы. Итак, открыли новый системный блок, чтобы посмотреть, что внутри. Значит, сразу бросается в глаза блок питания от фирмы Foxline. Не знаю, что за фирма. Всего лишь 300 Вт. Но, в принципе, тут и питать нечего. Процессор не вижу какой. Модель материнки следующая. Оперативка DDR4. По 4 ГБ. Здесь две планки. 2400 Гц частота. Далее у нас установлен SSD. Конечно, не M.2 и не NVMe. Но что имеем, то имеем. Тоже неплохо. Лучше, чем жесткий диск. По-моему, объем должен быть 256 ГБ. По-моему. Материнка MSI. В принципе, должна быть неплохая. Миня-ТХ маленькая. Под оперативку запаса нет. Всего лишь две плашки можем поместить. Два разъема имеем. Работать должны в двухканале. Ну и видеокарта, конечно же, нет. Значит, у нас присутствует встроенное видеоядро в процессоре. Позже расскажу, что за процессор. Этот системный блок полностью идентичен этому. Ну и есть у нас еще один, у которого сгорела оперативка. Там тоже на DDR4. И эта проблема решается у нас сразу. В одном из блоков мы оставим 4 ГБ. Одну плашку возьмем и ставим в тот. То есть у нас будет иметься три функциональных системника. Ну а с этими старыми посмотрим, что будем делать. Здесь их стоит три штуки. Разберем, посмотрим. Может из одного получится собрать более-менее какую-то среднюю машину. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет теперь этот системник. По сравнению с этими. Сейчас вскроем, посмотрим. Заодно сразу же перекинем сюда плашку оперативки. Оперативка будет присутствовать во всех трех системниках Crackle. Я уже сказал, какая. DDR4, 4 ГБ. 2400 Гц. Сейчас у нас частота. Ну и естественно в одном из них останется 8. Он будет у нас самый мощный. Что мы наблюдаем здесь? Здесь у нас материнская плата. Asus H110-0M-R. Продукт здесь Intel Pen. Не помню какая модель. Чуть позже по-кратцу тоже скажу. Блок питания на 450 Вт. Поверкул. Не знаю, хороший или нет. Но работает. Но почему-то оперативка спалилась. Так же, как этот системный блок, как и те другие, не одарен видеокартой. Встроенный видеочип. Жесткий диск. У нас здесь на 500 ГБ. Оборотов не помню сколько. По-моему 10 тысяч. Ну в общем как-то так. Вот такие системные блоки имеем. Да, конечно, они не игровые. Это дело понятное. Но они предназначены не для игр. А для удобной работы без всяких лагов и глюков. В принципе, такие системники с такими характеристиками такое предоставить могут. Но прежде чем их подключать, конечно же, должен быть перерывчик. Дело понятное. И так, что поставил все новые. Все загружается. Все мониторы заработали. Значит, все мы сделали с вами правильно. Сейчас произведу некую настройку, которая очень скучная. И будут у нас 3 новых ПК уже работать. Но затем разберемся со старыми, которые вот у нас стоят. Может быть из них, из троих один как-то получится брать нормально. Итак, вот этот процессор у нас установлен. Получается в том компьютере, где была сгоревшая оперативка. Тактовая частота его 3,6 МГц. В принципе, неплохо. Так, значит, у этого системника Intel Pen. У него получается 2 ядра, 4 потока. И второй уровень кэша 3 МБ. А на этих двух ПК-шниках получается процессор AMD A896-00. Встроенная видеокарта в него Radeon R7. Тактовая частота 3,1 МБ. И уровень кэша также второго уровня у нас получается 2 МБ. Ну, в целом нормальные процессоры для офисной работы. Я думаю, что летать будут прилично. Плюс SSD-шник. Как я говорил выше, хоть он и не M.2, и не NVMe. Но все равно, я думаю, свою работу сделает. Будет компьютер работать значительно быстрее, чем на жестком диске. Также я не сказал, что на всех трех компьютерах имеется предустановленная Windows 10. На центральном компьютере нормальная винда. Professional, по-моему. А здесь у нас установлены не очень хорошие операционные системы. Не очень хорошие они почему? Потому что если вдруг они слетают, они сложны в поиске. Это Windows 10 домашнее для одного языка с поиском Bing. Как правило, поиск таких операционок затруднительный. На сайте Microsoft их нет. Что мне больше всего нравится в новых компьютерах, это девственные USB-шники. Я думаю, что тестировать мы эти компьютеры не будем. Нет в этом никакого смысла. Но скажу от себя, что летают они прилично. Для офисной работы прям в самый раз. Летают идеально. Сейчас, кстати, установим драйвера на принтер. И на сканер. Кстати, я удивлен и на сканер, и на принтер. Поскольку они древние. Но все же имеются драйвера для Windows 10 64 бита. Это замечательно. Итак, ну все запланированное сделано. Три новых компьютера установлены, настроены. Все работает. Осталось решить с четвертым. Вот у нас три старичка. В принципе, сейчас над ними попробуем какие-нибудь манипуляции произвести. Вскроем, посмотрим, что там хорошего. Можно ли кому-то что-то добавить или нет. Ну и в целом решим уже с четвертым. Потому что он тоже хочет работать. Итак, на что мы здесь обращаем внимание? Вскрыл все ПК. Значит, оперативка DDR2 вроде бы как во всех. DDR2. Что меня здесь больше всего прельщает вот в этой материнке? То, что здесь есть четыре слота под оперативную память. То есть здесь мы можем установить еще дополнительные два. Достав из тех компьютеров оперативку. Насчет процессора надо сейчас посмотреть. Какое, где, что. По блокам питания в принципе. 350 ватт. Это какая-то ноунейм фирма. Тоже 350. И это 400. Видеокарта у нас здесь есть. Сейчас посмотрим какая. Здесь нету. Здесь тоже есть. Сейчас приценимся. Посмотрим, какие из них более-менее хорошие. Итак, из всех, значит, выбрал видеокарту. Вот это будет более-менее. Хотя, в принципе, они все на 512 мегабайт. Да и тип памяти у них DDR2. Да ладно, что имеем, то имеем. Оперативки. Я сюда установил четыре плашки по гигабайту. Должны работать двухканали. Поставил их одинаковые. На каждый канал. Проц здесь более-менее из всех здесь имеющихся. Даже не буду озвучивать. Потом покажу. Вот. Видеокарту сейчас поставим. Так, привели здесь все в порядок. Жесткий диск остается. Ну, в целом, наверное, вот этот ПКшник у нас еще потрудится. Эти уходят на покой. Кстати, обратил внимание, на этой видеокарте даже есть HDMI-порт. Удивительно. Единственное, что на материнке нет, зато получается VGA-разъема. То есть материнка не предусматривает вероятность установки процессоров гибридных со встроенным видеочипом. Ну, да, может, он и не нужен. Блок питания оставил 350 Вт. Если будет не хватать, скинем оттуда, из мертвых. Также убрал ID кабель. ID кабель от Floppy. Сомневаюсь, что кто-то им когда-то будет пользоваться теперь. Ну, в общем, как-то так. Сейчас протестируем, работает или нет. Напомню, стоит Windows XP. Итак, пробую запускать эту супер-машину. Работать работает. Не знаю, поддерживает ли материнка 4 гига оперативки. Да, в принципе, должна. Потому что она старая, но поддерживать она должна. Извините за пыль. Пыль убирать сейчас некогда. Потом немножечко его протру. Что же, наш Frankenstein старый работает. Процессор, видите, перед вами. Deatlon 64x2 Dual. Пойдет. 2,21 ГГц. 3 гигабайта оперативки видит. Почему не видит 4-й? Значит, эта плашка сгоревшая. У нее есть странный цвет текстолита на 1 гигабайт. Но я нашел на 512. То есть у нас теперь 3,5. На гигабайт у меня, к сожалению, больше нет. Из этих компьютеров что смог, кто извлек. Ну, пускай будет так. В принципе, без разницы. Работать однозначно будет лучше. Теперь хочу подвести итог. В общем, вот так у нас вышло с вами сегодня. Оборудовать кабинет новыми компьютерами. А также воскресить один старый из трех. Также все подключили. Все настроили. Установили все необходимое ПО. В общем, такие вот дела. Ролик получился не обучающий. А скорее всего в стрим формате. Я ничего не вырезал. Все как есть. Я вам и предоставляю. Просто хочу поделиться своей деятельностью. Чем я занимался. Возможно, кому-то будет просто приятно посмотреть. Ну, а на этом все. Всего вам хорошего.